Привет друзья, с вами снова канал Кинг Драйв и очередной выпуск о самых интересных событиях из автомобильного мира. Если вам нравится то, что я делаю, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать свежие выпуски. Друзья, также хочу напомнить вам о втором канале, где я публикую свою авторскую музыку. Недавно на нем был опубликован новый трек. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. BMW продолжает нагнетать обстановку вокруг своего нового флагманского электрического седана BMW i7 и опубликовала пару новых роликов, на которых огромная роскошная четырехдверка проходит испытания на прочность в различных погодных условиях. Но самое любопытное в этом всем, то что изданию BMW Blog удалось узнать много интересной информации о силовых возможностях седана. Нет никаких сомнений, что i7 получит совершенно новую трехмоторную силовую установку. Один мотор будет располагаться спереди, а два сзади. Самое интересное, что такая версия получит имя М60 и отдачу в 650 сил. Это вполне ожидаемо, ведь в конкурентах у новой i7 есть Mercedes EQS 53 AMG, который уже давно продается на рынке и обладает потенциалом в 658 сил. Но есть одна проблема. Если заказать для EQS опциональный пакет AMG Dynamic Plus, электрокар кратковременно научится поднимать мощность силовой установки до уровня в 762 силы и 1020 ньютон-метров момента. Это очень впечатляет. Фанатам BMW не стоит расстраиваться, так как i7 тоже сможет без особых усилий поднимать мощность силовой установки до уровня в 750 сил. Так что здесь у обеих компаний паритет. Но не всем нужна такая мощь, а для кого-то очень важным является запас хода. Для таких клиентов i7 сможет предложить двухмоторную силовую установку с отдачей почти в 550 сил и крутящим моментом в 800 ньютон-метров. Ну а кто и вовсе испытывает страх в дальних поездках на электромобилях? Для таких ребят предусмотрена одномоторная версия с задним приводом мощностью в 340 сил и 430 ньютон-метров момента. Как вы, наверное, уже догадались, это будет одна из самых дальнобойных версий. Кроме того, в сети появилась информация о модификации M50i. Она якобы получит двухмоторную силовую установку от еще не анонсированного BMW AX M60i с возможностью кратковременно повышать мощность до уровня в 600 сил. Больше подробностей об этой установке мы сможем узнать уже в начале января. Именно тогда немцы планируют представить новую модификацию электрического кроссовера. А вот выхода новой 7 серии придется ждать аж до середины 2022 года. Самое приятное, что в BMW планируют представить как классическую 7 серию, так и ее электрический аналог i7 практически одновременно. Оно и понятно, ведь Мерседес вовсю продает свои электрички и нужно его потихоньку догонять. Audi R8 прекратит свое существование в 2023 году. Этой очень печальной информацией поделилось издание Top Gear. Если быть точным, компания прекратит сборку среднемоторного спорткара уже к концу 2022 года, а весь последующий год будет продавать модели, оставшиеся у дилеров. Далеко не самое приятное известие, но есть и кое-что хорошее. Оказывается, в компании всерьез подумывают о создании ультимативной версии спорткара, заточенной под гоночный трек. В прошлом поколении такая версия была, и называлась она Audi R8 GT. Судя по всему, в компании решили, что это хороший способ попрощаться со столь колоритной моделью. По аналогии с предшественником, спорткар лишится полного привода, и вся мощь будет передаваться на заднюю ось. Это позволит сэкономить 60 килограммов веса, и очень весело провести время и уничтожить пару комплектов резины. Кроме заднего привода, для купе будет разработан новый аэродинамический обвес и огромное антикрыло, позволяющее уверенно себя чувствовать при прохождении крутых поворотов. Само собой, такая версия будет выпущена ограниченным тиражом, ведь это прощальное издание. А значит, модель будет иметь повышенную коллекционную ценность, и скорее всего, всю партию раскупят за считанные дни. Больше подробностей компания обещает раскрыть уже в 2022 году. Именно тогда будет представлена новая версия спорткара. Кен Блок после 11 лет тесного сотрудничества с Форд решил сменить своего главного поставщика автомобилей на что-то более немецкое, и им оказалась компания Ауди. Обе стороны уже подписали контракт и даже представили новый гоночный снаряд для чумового американского гонщика. Встречайте, это новенький Ауди С1 и Трон Кватро. Его внешность разработана с оглядкой на гоночный прототип Ауди С1 Кватро. Но вместо ДВС трудятся два электромотора, смонтированных на карбоновом шасси, отвечающим всем правилам безопасности. Немцы пока не раскрывают всех подробностей своего нового творения, но гонщик уже успел прокатиться на новом чудо-автомобиле и был очень впечатлен возможностью развернуться на 360 градусов на скорости в 150 км в час. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok